Привет, друзья! В этом видео вы познакомитесь с интересным проектом, который размещен на склоне, имеет большую террасу и красивый вид на лес. Находится он в Московской области, ну а более подробно про этот дом вам расскажут авторы этого проекта. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приглашаем вас на один из наших объектов, который уже готов к заселению хозяев. Когда мы работаем с участками на склоне, мы стараемся использовать все плюсы подобных участков. В данном случае и во всех остальных мы стараемся не применять перемещение земляных масс, террасирование и так далее, для того, чтобы не создавать сложности в технологических процессах устройства фундамента. Ведь на любом неустойчивом грунте нужно делать перезакладку по материалам, соответственно, это будет дороже и не так хорошо, как если бы дом стоял на материковой земле. Посмотрите вокруг, потрясающие вековые деревья, такие никогда не вырастешь за всю свою жизнь, просто не дождешься. Здесь же они есть, здесь есть склон, есть рельеф, есть развитие, и это потрясающе – жить в середине природы. Наш дом, он немного утоплен вниз. Таким образом, мы отрываемся от взглядов соседей, мы создаем свой оазис в лесу. В данном случае использована технология фундамента «Супергрунт». Это лента с обратной засыпкой песком, и сверху делается плита УШП. Дом построен по каркасной технологии с достаточно большим утеплением. В стенах у нас 300 миллиметров утепления минеральной ватты. В кровле 350. Этому дому уже два года, то есть, ну, строительство происходило два года. Этой зимой мы делали замеры по энергоэффективности и получили шикарные просто результаты. Дом в режиме ожидания, в очень холодное время, в минус 25, минус 30 потребляет всего лишь, ну, если в деньгах, то всего лишь 2000 рублей в месяц тратится на отопление этого дома. При условии, что у нас система УШП, да, это только теплые полы без радиаторов, и печное отопление на то время, когда хозяева приезжают на выходные. Самое главное для нас, как для пользователей участка, как для потенциальных пользователей участка, это удобство. Участок должен быть удобным. На него должно быть удобно заезжать, удобно ходить, удобно пользоваться. Посмотрите на этот заезд, это потрясающе удобный заезд. Ты заезжаешь и прямо попадаешь под навес, с сумками из Ашана, откуда угодно. На тебя не капает дождик, не идет снег. И вот есть как бы у нас гараж для этого, вроде бы, ну, почему бы сюда не поставить, но это неудобно, потому что с машины все время валится. То есть, в гараж ставить машину, на самом деле, по факту неудобно. А вот навес в наших широтах, это действительно самое то. Сейчас главная фишка всех заказчиков, они все что-то мастерят. Кто-то кует, кто-то строгает, кто-то вышивает. Всем нужны обязательно мастерские. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда. На данный момент, да, здесь вообще могут совершенно комфортно вместиться две больших машины, квадроциклы, газонокосилки, которых будет здесь очень много, потому что много земли. Вот, в данный момент у нас сегодня последний рабочий день. Мы сдаем завтра дом и больше сюда не возвращаемся. И сейчас ребята разобрали бытовки свои, и поэтому ночевать им придется сегодня здесь. Место для хранения соления и других вкусностей необходимо в каждом загородном доме. Мы построили вот такой погреб. Ну, посмотрите, блин, как мы его всунули в землю. Да. Посмотрите, как мы его ровненько туда запихали. Ровненько, да. Посмотрите, как будто он тут и был. Да. Представляете, вот был холмик, мы его не трогали. Мы аккуратненько прокопали внутрь. Так что, даже травку не испортили. Вы подумайте, как это сложно. Вот трава, это все равно временно. Вот здесь вот растет прекрасный, великолепный, неубиваемый можжевельник. Это таморисцефолия. С ним ничего не делается, он не мерзнет, не сохнет. Он выше не будет. То есть, это будет огромная плюшка вот такая. То есть, он где-то через 10 лет, он будет 2 метра в диаметре. Вот каждый. И выше он не будет. Через него не растет трава, его не надо стричь. Он ровный, как будто его причесали. То есть, примерно через 10 лет, весь этот холмик, вот такой ровненький, красивенький, будет еще сверху ровно-ровно-ровно застелен вот этой таморисцефолией. Естественно, вот туда на поле смотреть не хочется. Вот на реку, на лес хочется смотреть постоянно, не отрываясь. А вот туда, ну, глаза мои, вот это вот поле бы, вот с этим самостроем не видели. И поэтому здесь мы посадили вечно зеленую живую изгородь. Сейчас это маленькие елочки, кстати, которые уже хорошо принялись и начинают расти. Вот. Но опять же, через там 10 тех же лет, даже раньше, здесь будет абсолютно непроницаемая зеленая изгородь из елок. Вечно зеленая. Да, вечно зеленая. То есть, их надо стричь. Когда их стрижешь, они очень красиво получаются зеленые изгороди. Вот. А вот, смотрите, вот сосна, вон там сосна. То есть, вот в этой изгороди еще посажены сосны. И эти сосны, они будут расти выше. Они будут образовывать верхний ярус живой изгороди. А елки, поскольку они тем не выносливые, их можно стричь, они будут подбивать низ. Поэтому это будет живописная, натуральная живая изгородь. А теперь стоит коснуться вот этих вот интересных лавочек. Лавочек, ограждений, сдвоенных стоек, как угодно. Но, вот смотрите, видите, вот эти вот интересные руны. То есть, они действительно смотрятся как руны. А теперь, посмотрите, вот туда вот, на стену. И вот эти, эти. Это уже смотрятся совершенно по-другому. Цветы. А на самом деле, на вот этой ограждении, на лавочке, и вот на стене абсолютно одинаковый рисунок. Но самое главное, что ведь это, смотрите, это у нас ограждение. Это у нас силовой каркас. Но самое главное, что это абсолютно потрясающие, удобные лавочки. Удобные даже не лавочки. Это вот, не знаю, такое вот кресло во всю длину террасы. Действительно, очень удобно сидеть. Действительно, это функционально, просто. Это придает дому интересную конфигурацию. И при этом, это не утяжеляет фасад. Это первое. Второе. Вот почему, для чего я всегда делаю, стараюсь. Вот на восток, на север террасы. Посмотрите, не устаю повторять. Вот сейчас солнце уже клонится к закату. И посмотрите, вот за нами, посмотрите, какая красота. Посмотрите, как заходящее солнце подсвечивает за нами лес. То есть, ну, вот это вот, я не знаю, это лось потрясающе, мне кажется. И пока мы тут с вами ходим и разговариваем, есть-то, господа, хочется. Поэтому мы заодно сейчас с вами пожарим мясо, опробуем эту террасу и опробуем наш свежепостроенный мангал. Сейчас мы будем готовить мясо. Мы будем готовить вырезку свиную на кашле. А вообще, если серьезным быть, да, и вернуться к тому, о чем вообще наш блог и вообще о чем наша жизнь. Наша жизнь о правильном проектировании правильных домов. Соответственно, здесь, посмотрите на эту террасу, да, посмотрите на этот разделочный стол. Я плачу, потому что я режу лук. Вот. Это очень удобно. На самом деле, для каждой хозяйки очень удобно иметь возможность готовить еду на улице. Из нашего дома есть две двери, аж две двери на террасу, на которую мы можем выйти и пожать шашлык, посидеть за столом с друзьями. А теперь мы покажем интерьер нашего дома. Это главный вход. Здесь у нас вешалка для верхней одежды и гардеробная. Иди сюда. Гардеробная на входе – это очень важная вещь. Здесь могут храниться всевозможные галоши, сапоги, шубы норковые и так далее. Здесь же у нас располагается электрический щиток и оборудование видеонаблюдения. Дальше. Дальше мы попадаем в основное помещение дома. Но здесь у нас есть очень классная фишка. Это второй вход в дом. В данный момент мы находимся в котельной. Здесь оборудование котельной, то есть это водонагреватели, бойлеры. Но главное, что мы здесь имеем – это душевой поддон на входе для мытья лап, ботинок и так далее. То есть это грязная зона, в которой можно беспрепятственно привести себя в порядок и привести в порядок своих домашних животных. Материальная машинка, сушильная комната. Здесь может происходить, вот как сейчас здесь весь бардак, можно сюда засунуть и никто его не увидит. Главное место для каждой хозяйки – это кухня. Большая, удобная, комфортная. Самая главная фишка здесь в том, что когда я готовлю еду, я могу смотреть прямо на гостей. Они могут смотреть мне в лицо. Они, сами знаете, куда. Дальше мы переходим к обеденной зоне, соответственно. Здесь большой диван, на котором может расположиться много гостей, которые приедут. Русская печка. Русская печка входит в систему отопления этого дома. Вот эта часть – лежанка. У нее есть свой подтопок. Она отвечает за обогрев дома. Вот эта часть у нас для приготовления еды. То есть там реально можно готовить настоящие деревенские щи. Здесь, давай сюда сразу. Здесь у нас санузел. Обычный санузел с обычной душевой кабиной. Все, в принципе, удобно, комфортно. Здесь небольшая сауна. Электрическая. Отсюда мы попадаем в спальню. Спальня, рабочий кабинет. Тихая, уютная, с большим окном. А вот эта стеночка греется, потому что с той стороны у нас печка. Также мы имеем гардеробную, ну, уже личную. Здесь можно сделать будуар, можно сделать зеркало. Будет все уютно и аккуратно. Отдельно хочется коснуться инженерных сетей, в частности, вентиляции этого дома. Поскольку потолки у нас по стропилам, соответственно, делать разводку с вентиляцией, в принципе, негде. Поэтому вентиляция решена следующим образом. Здесь у нас стоит рекуперация наверху. И все трубы идут в потолок над санузлом. Над санузлом сделан фальш-потолок. Он там прямой. И это нам позволяет сделать всю разводку. Причем разводка очень-очень маленькая. За счет того, что идет централизация комнат вокруг санузла, вся разводка, а ее буквально здесь вот 10 метров, даже меньше, наверное, вся разводка по вентиляции у нас идет вот в этом фальш-потолке. Вот от двух лиц, вот, очень, вот я вижу, что очень большое помещение. То есть вот особенно, когда сидишь, огромные потолки. Здесь почти 4,5 метра. Огромный объем. Я не закрыты двери, я вижу вот весь дом практически. То есть у меня создается ощущение, что я нахожусь в огромном помещении. И это мне очень нравится. То есть его словами, он часто говорит эту фразу, что дом, размеры дома, они оцениваются по самой большой комнате в доме. Соответственно, если мы строим маленькие клетушки, то и... Дом воспринимается так же? Маленьким. А когда у нас есть вот этот огромный объем, сразу все совсем по-другому. Вы знаете, я каждый раз проектирую дом. Я каждый раз проектирую его для заказчиков, действительно для заказчиков. Но я обязательно проектирую такой дом, который очень сильно нравится мне. И вот здесь мы провели сегодня день. Мы крутились, работали, снимали, смеялись. Мы провели сегодня целый день. И это действительно интересный дом. И я действительно хотел бы в нем жить. Конечно, я и делаю, и сделаю еще много домов. Но я обязательно буду и делаю такие дома, в которых я сам хочу жить. Это обязательное условие моей работы. Друзья, ставьте лайк, если это видео вам было интересно. Подписывайтесь на канал, а также пишите в комментариях ваше мнение про этот дом. Если вам хочется увидеть больше других работ Андрея и Елены, то в описании под видео будет ссылка на их YouTube-канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok